Сегодня у нас итоговое совещание в работе нашего провинционального комитета. Все получили перечень мероприятий, вчера вечером мы его отправили всем в адреса. У всех было время ознакомиться с перечнями мероприятий. Напомню, под каждую группу поступило предложение очень много. Мы их пытались структурировать, проводчую группу укрупнять. И на сегодняшний день мы получили в первом приближении тот вариант, который ляжет в основу общего, общегородского плана мероприятий. Это замечательный пример того, как активные горожане вместе с администрацией достаточно быстро сделали то, что собирались делать в других городах, но еще даже не дошли близко до того уровня детализации своих идей, как это получилось с Назаровым. Город и активные горожане сделали свою часть работы первого этапа, уложились в отведенные сроки и подготовили этот документ. А дальше его нужно считать, ставить реалистичные сроки по всем этим интересным идеям, которые в нем нашли свое отражение. Но самое главное, его еще нужно превращать в реалистичные мероприятия, потому что там есть идеи, реализация которых зависит от конкретных граждан. Захотят они по предложенным условиям подключаться к центральному утоплению или не захотят. Какие это должны быть условия? Поэтому сегодня прозвучало предложение Общественной палаты краевой, как раз здесь и провести общественное слушание, и продолжить эту работу уже точечную, прям по конкретным улицам и конкретным объектам, с тем, чтобы понять вообще эти условия, какие. Реализация плана возможна только, если это будет сколько стоить, сколько готовы заплатить жители, а понимая эту разницу, сколько должен, допустим, заплатить инвестор на это центральное отопление, и сколько, как это скажется на тарифе, допустим, ГРЭС должны посчитать, мы понимаем позицию, сколько жителей готовы заплатить. Возникет вполне конкретный вопрос, а кто эту разницу оплатит, да? Я уверен, что ее должны оплачивать не жители. То есть, либо это должна быть какая-то особенная инвестиционная программа, где ГРЭС найдет, СГК найдет свою инвестиционную привлекательность в длительном периоде, либо это будут прямые субсидии из краевого бюджета в поддержку, да, в решении экологических проблем, потому что город имеет статус малого неблагополучного с экологической точки зрения города, входит в эту пятерку и так далее. Вот это уже будет конкретной вещью, которую надо будет решать и закреплять там законами Краснодарского края, документами и так далее. Потому что пока это все равно еще набор таких идей, предложений, и так далее. На мой взгляд, это пока еще условный комплексный план. Он обрисовал проблематику всю, да, безусловно, но он еще не вышел на конкретное мероприятие. Это большая работа впереди. Мы хотим осветить, что вообще здесь прорабатывалось, какие мероприятия предлагаются, о каких проблемах говорится, чтобы все об этом знали, принимали в этом участие, выразили свою позицию. Мы это все отфиксируем на едином документе и потом представим в правительстве Краснодарского края как мнение гражданского общества по комплексному плану мероприятия, которое как раз и прорабатывалось в рамках оргкомитета при главе города Назарова. КОНЕЦ КОНЕЦ